давайте начинать всем привет меня зовут Алексей я работаю в Тинькуфу.ру ведущим разработчиком команды которая занимается проектами связанными с дистанционным клиентским обслуживанием мы все стремимся сделать наш банк лучше удобнее доступнее для наших клиентов и сегодня вам расскажу о том как можно сделать работу службы поддержки эффективнее с помощью демонстрации крана для начала давайте поговорим о том какая перед нами стоит вообще проблема мы все пользуемся интернет все сталкиваемся иногда с какими-то сложностями если у нас не отправляется форма если мы не можем там купить нужный нам так срочно билет на самолет что он при этом дело ну мы звоним службу поддержки и тут у нас начинаются проблемы оператор обычно говорят на такой стандартную фразу подождите две минуты от очень ли вас информацию действительно две минуты это копается в каких-то своих гайдах ищет нам эту информацию и после этому нужно еще объяснить нам что же нам нужно сделать чтобы продолжить наше это действие вообще раньше как можно помочь этим двоим что можно сделать чтобы облегчить им жизни быстрее эти люди могли скоммуницировать между собой ответ просто можно продемонстрировать экран клиента оператору и оператор очень быстро увидев какая у человека проблема может ему помочь рассказать объяснить что же сделать дальше вот примерно такой нам нужен сервис такой сервис мы решили разобрать давайте теперь сформулируем какая перед нами стоит все таки задачи во первых нам нужен какой-то входящий явный запрос который позволит пользователю согласиться с тем что он сейчас продемонстрирует свой экран то есть мы не подсматриваем а мы явно уведомляем пользователя о том что он сейчас продемонстрирует свой экран он нажмет на эту кнопочку и скажет да я согласен потом нам нужно реализовать трансляцию интерфейса в реальном времени чтобы оператор мог видеть все изменения подходящие в интерфейсе у клиента чтобы он мог отслеживать положение курсора кликов если это качество стату тач и очень важный момент мы не имеем права показывать цвц кода смс кода то есть нам необходимо резать маскирование приватных данных лет это очень важная деталь которая влияла на всю реализацию и об этом я чуть позже расскажу и в качестве такого дополнительного бонуса но на самом деле очень важной фичи нам нужно реализовать передачу выделенной области чтобы оператор мог привлечь внимание пользователя какой-то часть интерфейса допустим что ему именно в этот имбут нужно ввести и даром не будем ходить долго вокруг блоков у нас этот проект уже готов находится на стадии внутреннего тестирования сейчас покажем что что из этого получилось итак представим что справа у нас интерфейс бабушки из тамбова которая наконец решила вложить свою пенсию в акции twitter вот она попала вот этот интерфейс она вот действительно все проще чем кажется но я думаю что вряд ли она сможет это сделать сама без помощи оператора она не уйдет она позвонит оператору и вот оператор создается еще видите у нас справа появился находящее уведомление о демонстрации крана запросе на демонстрацию крана бабушка подтверждает она согласна и слева мы видим с вами вот интерфейс оператору которого все это образы отражается что делает бабушка продолжать скроллы положение курсора изменения какие-то интерфейсе положение скролляющихся элементов клики мы видим где кликает бабушка и теперь пользу оператором нам а если бабушка у нас если бабушка работает с айпада то интерфейс соответствующим образом оператора адаптируется и теперь оператору нужно ввести бабушку через процесс то есть ему нужно объяснить что же бабушке сделать чтобы найти нужной акции twitter он выделяет для нее область бабушка кликает на акция дальше и нужно выбрать соответствующий тип валюты акция и вот таким образом оператор ведет ее через процесс то есть если есть какая-то юзер-стория оператор может очень быстро в процессе когда он и показывает подсвечит какую-то часть интерфейса провести через весь этот путь поиску акции нужны акции twitter вот но что же тут случилось у нас сейчас нет возможности приобрести эту акцию потому что биржа закрыта оператор говорит бабушке посмотрите здесь есть такой вот информационный блок и вы получите свое заявление о том что акция будет доступна к покупке это один из вариантов вот бабушка может завершить сессию то есть демонстрация крана экрана она завершилась это один из вариантов и вот второй вариант у нас может быть если допустим бабушка хочет сделать онлайн перевод с карты на карту она опять звонит оператору она не знаю как это сделать подтверждает сессию демонстации экрана проскролливать до нужного операторы говоришь ну чтобы перевести с карты на карту проскорроте у них экрана здесь у нас есть такие чекбоксы бабушка выбирает перевод с новой карты начинает вводить номер карты и номер карты у нас маскируется то есть мы реализовали это маскирование приватных данных то есть это также работает с sms коми с контрольными вопросами вот вот так это работает теперь давайте поговорим как вы все таки это нужно было реализовать ну мы провели достаточно большое количество исследований чтобы реализовать эту передачу эту демонстрацию демонстрацию экрана первое конечно что приходит на ум это конечно skype то есть мы могли бы использовать skype или hangout попросить бабушку позвонить нам по skype вот если у нее вдруг есть такой аккаунт ну понятно что через skype мы не могли бы маскировать приватные данные и стали искать как способы передачи этой картинки ну есть некоторые библиотеки которые позволяют перевести html в канвас сделать потом снапшот в джипег но вот это вот работает очень много порядка 80 секунд делается один снапшот страница в целом и конечно никакой трансляции в режиме реального времени уже говорить не приходится есть вариант перевести html в svg также ссвг картинку отрисовать на стороне оператора но в обоих этих случаях у нас ломается все ссвгшки которые настроены нашу разметку сейчас и третий вариант который на самом деле казался самый простой это пересылкой на html потому что на html строчку мы можем ее обрабатывать мы можем вырезать как раз таки наши приватные данные и решили остановиться на пересылке на html следующий вопрос который перед нами встал это как по какому транспорту пересылать нашу тату на html есть стандарт web rtc это набор стандартов протоколов и gs api чтобы пересылать данные так называют пирту пир то есть между браузерами между браузером операторе клиента без использования третьей какой-то страны вашего бэкэнда но на самом деле это не так потому что инфраструктура для разворачивания в rtc передачи данных с помощью в ртc она достаточно сложна и так как у нас уже была экспертиза и развернутая инфраструктура для web socket мы решили все-таки использовать в соки то для передачи наших данных и так у нас получилось такой прототип небольшой он работал на около хосте гонял по веб соки там из одной вкладке в другую весе на ртм в принципе это работало переслали на ртм на сколько-то раз в секунду но дело в том что пересылать и весе на ртм лет очень накладно и порядка двухсот пятидесяти миллисекунд у нас они обработанная строчка отправлялась между на около хосте на какой-то машине в среднем что можно здесь сделать естественно нужно эту строчку парсить нужно вырезать скрипты лишние но мы не хотим потому что запускать его приложение нам нужно запустить просто разметку нужно вырезать атрибуты вырезать все ссылки и нам нужно реализовать маскирование наших приватных данных поэтому при обработке мы решили попробовать сначала html парсер у нас получилось порядка 140 миллисекунд на обработку и уже при этом вырезанный с вырезанными всеми скриптами пересылка на около хосте занимала 41 миллисекунду то есть такой же прирост производительности решили дальше попробовать исследовать эти парсеры их очень много но нам нужен был парсер который бы позволял вырезать лишние скрипты лишние атрибуты ну какой-нибудь метод сантаз чтобы был выбрали несколько парсеров попробовали и вот мы верим точно верим что если к названию фичи функции добавить слово fast то он начинает вот просто это лучше рефакторинг который можно сделать оптимизацию на самом деле ребята действительно казались самый быстрый потому что фаста чем парсер вот показывает лучшие результаты и реализовывая для вырезания скриптов атрибутов и маскирования мы всего лишь получили 50 миллисекунд на эту операцию и в итоге у нас вот такие вот показатели теперь то есть около 100 миллисекунд чуть больше у нас занимает обработка вся наша и на речи тимой строчки включая сборку это очень хорошо но нам нужно применить нашу разметку на стороне оператора нам нужно как-то отрисовать эту на речи тимой строчку сначала у нас можно рассмотреть такие проблемы это не совпадение размеров экранов нам нужно передавать картинки css стиле и нам нужно еще передавать положение курсора тач скролл вот все что у нас происходит в интерфейсе дан как это можно применить попробовали сначала эту строчку встроить в дифф и это дифф отформатированы вы передать ему такие размеры которые соответствуют размерам экрана клиента но это не работает потому что у нас еще есть breakpoint css breakpoint media queries и нам нужно отрисовать это именно в том разрешении которое соответствует текущему разрешению клиента решение это масштабируемый фрейм спросите с помощью небольшой функции мы просто задаем скейл и встраиваем наш inner html вайфрейм который находится в интерфейсе оператора интерфейс оператора можно иметь соответствующий размер и вот если у нас как вы помните бабушке ipad или iphone то весь этот размер айфона у нас именно в том с теми breakpoint имя отрисуется на стороне оператора с айфрейм это работает передавать картинки еще проще мы передаем ссылки на наши картинки на какие-то стиле и просто подставляем адрес в теги base нашего сервера статики с которого клиенты и операторы грузит нужны стиль или картинки ну с курсорами touch все очень просто тоже там можно использовать подписку на боди подписаться на какие-то события курсор и mouse move touch но со скроллами была небольшая проблема у нас заранее неизвестно количество скороличных элементов на экране и нам нужно было при взятии первого снапшота проверить весь html на наличие изменившихся скролл топ скролл left затем мы это пересылали на сторону оператора и в случае уже последующих каких-то изменений мы точно так же убирали и отправляли эти положение скроллов единственное что у нас скроллящийся элемент мог быть без какого-либо айдишника или селектора чтобы упрямить на свой оператор и мы в таком случае сдаем этот свой какой-то сгенеренный айдишник научились передавать скроллы теперь стали думать о том как же нам применять наши патчи то есть у нас интерфейс изменяется может измениться и поняли что передавать применять виси на рэч тимэль использовать свойственные рэч тимэль очень накладно опять же потому что каждый раз происходит ререндер у нас оператор очень быстро бы сошел с ума потому что все каждый раз отрабатывающие анимации это было такое что нужно нам было использовать нам нужен был какой-то механизм чтобы применить нашу разметку именно в том месте где у нас произошло изменение ну есть большое количество библиотек который позволяет это делать мы выбрали две из них и обе они работают с неким подобным virtual дом то есть используется документ фрагмент создается элемент измененный и с помощью алгоритма схожего с react они применяют эти патчем таким образом мы решили нашу проблему и у нас теперь не анимации не какие-то другие элементы не изменившиеся у нас не перерисовывались были изменения только вот того что он поменялась на странице боди на речь тимэль это то что нам нужно было пересылать каждый раз сколько-то раз в секунду это был первый подход который применили но нам было очень обидно то что нам приходится раз сколько секунду гонять и мир и чтим эль вот вес отрисованной разметки всей страницы у нас примерно мог от 130 до 500 килобайт занимать это очень много и даже если мы обрабатывали вырезали все наши скрипты лишний атрибут это все равно достаточно много каждый раз отправлять стали искать механизм чтобы пересылать изменения только тогда когда эти изменения произошли и ровно столько сколько изменилось и нашли очень интересный такой класс в стандарте дом 3 это мутейшн об сервер который позволяет подписаться на какую-то мутирующую ноду то есть мы через создание класса передаем туда обработчик который получает в качестве событий массив мутации так называемых мутейшн рекорд мутейшн рекорд содержит тип мутация это изменившиеся атрибуты изменившийся текст контент и если у нас поменялись челды то есть либо добавились либо дали также есть информация в этом и есть ссылка на мутирующую ноду вот из этих мутейшн рекорд мы уже смогли формировать какие-то патчи они у нас появляются только тогда когда на нас обмене произошли и мы можем с них из них сформировать вот наши патчи применяемые на стороне оператора но как применить на стороне оператор этот патч было несколько вариантов вот наиболее оптимально оказался на самом деле такой когда мы смотрим на мутирующую ноду и мы видим если селектор это монтирующую ноду уникальный в дом то мы отправляем патч если он не уникальный то мы ищем первого уникального перен то проверяем что этот parent уникальный это же сформируем из него патч и уже с помощью так как у нас на той стороне дефэч тимэль у нас все равно поменяется только один элемент при этом мы получали вот такую же производительность у нас критию в разы сокращалось количество переслаемых строк ну мы тут сильно обрадовались да это позволило нам очень хорошо сократить количество трафика в общем на самом деле вот такой рабочий прототип уже наука хостем просто отлично пересылал все нашего патча это прям работа уже как вот вы сейчас видели практически ну теперь давайте обсудим как как мы вы должны проектировать такие джесс приложения мы сказали что это full stack джесс делаем это силами только фронт-энд разработчиков джесс разработчиков какая должна быть архитектуру такого приложения 1 1 прототип вот как я сказал он так выглядел у нас есть какой-то клиентский скрипт который встраивается на основной сайт у нас есть брокерка с которым этот скрипт общается по сокетам и у нас есть полноценное уже такое маленькое приложение на стороне оператора открывается по ссылке и вайфрейм мы передаем наши патчи полученные сокетов оператор авторизуется в апе и казалось бы в принципе вот все что здесь нужно но на самом деле мы знаем что нам что нам нужно отказоустойчивое приложение поэтому нам нужно несколько нот который нагрузка на который будет баланситься ну например каким-то балансиром и джинксом и вот если здесь посмотреть на это приложение нам нужно реализовать вот так называемый стейтласс то есть приложение которое использует вот такой подход должно не помнить о сессии то есть наши ноды они не должны помнить о сессиях сессии должны храниться в другом отдельном хранилище потому что операторы клиент могут какой-то момент отвалиться соединиться снова и наш брокер должен узнать о том все таки какая у них была сессия в динамике это происходит так оператор авторизуется в api через ноду это информация об этом хранится в redis через попсап redis уведомляет соединенного клиента о том что к нему сейчас будет с ним будет сейчас создана сессия создается устойчивый канал и запись об этом устойчивом канале хранится в redis примерно так это работает теперь вот если мы с вами посмотрим на соки то общая да которым используем нас они вообще в принципе могут не заработать за нашими каким-то инфраструктурами моментами вот у нас могут быть прокси фэр волы и чтобы у нас соединение было действительно устойчивым нам нужно конечно пинговать наш брокер пинговать и брокер должна отвечать соответствующими сообщениями чтобы сохранить наш канал но при этом если соединение разорвано мы все равно получаем восстановление сессии так как у нас сессия хранится в redis почему мы выбрали redis потому что он достаточно легко интегрируется в ноду достаточно про простой api и быстрый плюс как как я сказал мы используем redis pops up и переслаем основной трафик через попсап сокетами в общем-то если не получилось то у нас всегда есть старые добрые методы для фоллбека но конечно говорить о реал таймности уже не приходится если у нас мы переключились на там аджак с примера теперь несколько слов о клиентской части клиент достаточно простой он состоит из управляющего скрипта соединяется с брокером по сокетам и через попсап подписывается на события клиентские происходящее изменение в интерфейсе и подписывается и соединяется с управляющим элементами тут эти вот наши глазик и кнопка подтверждения сессии приложение оператора примерно такая же архитектура управляющий модуль соединяется с брокером у нас есть айфрейм в котором отправляем наши мутации и у нас есть возможность реализовать нашу интерактив это выделение которому передаем на сторону оператора вот если посмотреть на все вот эти модули мы с вами можем увидеть что все они общаются друг с другом посредством многократно повторяющихся событий асинхронных каких-то происходящих растянутых во времени они не важно когда и произойдут увидев такое такой такой архитектуру такую архитектуру мы решили применить ирыкс для того чтобы связать между собой эти модули ирыкс это библиотека которая нам позволяет реализовать парадигму реактивного программирования обладает большим количеством методов чтобы из коробки формировать потоки которые мы рассматриваем как асинхронные массивы и мы можем с этими массивами делать много разных удобных штук и как выяснилось иркс есть обертка над мутейшн об сервер которая уже нам дает опять же поток наших мутаций которые мы получаем из дома дальше мы можем с этими потоками очень удобно работать мы можем их как-то комбинировать между собой можем вообще делать очень интересные штуки например вот если у нас есть клиентские события мы можем в какой-то момент когда у нас клиент перестал что-то делать помните я говорил да то что нам нужно резать пинги вот мы с помощью рэкс можем очень удобно реализовать какую-то задержку после которой у нас начнут отправляться вот эти пинги вот это делается достаточно просто вот буквально в несколько строк комбинируем используем high-wide observable и window для открытия и закрытия вот этого стрима пустых сообщений следующая проблема с которой мы столкнулись это то что мутейшн об сервер он генерит очень много мутаций и нода у нас могла мутировать какая-то внешняя нода и потом мы получили следующего списка мутаций вот эти вот внутренние которые у нас тоже поменялись но так как мы уже сформировали патч из внешней ноды нам это уже не нужно нам уже не нужно дублировать эту информацию то есть нам лишняя мутация не понадобится мы можем объединить эти ноды в одну мутацию объединить эти патчи в одну мутацию и отправить на сторону оператора и то же самое можем сделать во временном разрезе то есть если у нас в течение какого-то времени происходит мутация и мы хотим как-то чуть-чуть освободить канал то мы тут точно так же можем эти мутации объединять в общий патч который будет уходить у нас в какой-то определенный временной промежуток но и в течение этого времени мы также можем формировать какой-то патч из несвязанных между собой нод отправлять его на сторону одним сообщением это можно сделать с помощью буфера тоже в одну строку буквально там программировали делали эти модули реализовали теперь вот нужно тестировать ну вообще тестировать и в процессе разработки но на самом деле тестирование вот таких вот сложных сценариев когда у нас есть какие-то брокеры какие-то между собой общающиеся там модули если писать это как-то обычными методами там пытаться как-то проверить писать юнит тест еще что то в общем протестировать модуль становится достаточно сложным потому что сценарии очень такие развесистые попытаться свести это все вместе с помощью зен с помощью калбеков очень сложно то что в какой-то момент мы все равно себя поймали на том что завели какие-то счетчики количество повторяющихся событий какие-то каунтеры в общем это вообще такая лапша получилась страшно и что в итоге нам бы хотелось как было бы просто тестировать такой модуль ну вот хорошо бы увидеть в конце каждого тест кейса вот такое вот сравнение то есть мы ожидая какой-то ожидаемый поток сравниваем с тем что мы получили на выходе но собственно говоря на если посмотреть как тестируется rx мы примерно такое увидим как это можно сделать давайте на примере брокера брокер у нас это сущность которая общается с клиентами и предположим есть соединенный клиент оператор вот клиент оператор по сути они через брокер общаются между собой но брокер добавляет какие-то там какую-то дополнительную логику то есть мы должны проверить эту логику как это работает и чтобы нам не завязываться на то что у нас операторы клиент должны друг после друга отправить какие-то сообщения мы просто можем симулировать тот факт что они общаются между собой через брокер и делаем это с помощью таймштампов то есть мы расставляем каждый на входящий симулируем входящие потоки в брокер расставляем этим сообщением таймштампы и проверяем опять же с помощью таймштампов то есть мы выстраиваем общий какой-то исходящий поток событий и приводим это все вот к такой проверке вот это делается с помощью rx тоже буквально несколько строк используя historical time shader ну вот это весь наш инструмент для тестирования написано с помощью rx протестировали написали теперь хорошо бы оптимизировать это все всегда можно что-то улучшить сюда можно какие-то вещи сделать лучше у нас была проблема с трафиком как я сказал то есть хорошо было бы уменьшить количество пересылаемого трафика и здесь на самом деле все очень хорошо потому что можно использовать сжатие вебсокет у нас есть расширение позволяющие сжимать канал это включается на сервере есть разная реализация есть разные алгоритмы современный браузер это поддерживает хорошо если вы сделали включили это расширение на сервере в браузере появляется вот такой заголовок который говорит о том что ваш трафик по сокетам сжимается и вот есть такие бенчмарки по поводу бермеши с дефлейт экстеншен то есть сжатие от 20 до 70 процентов можно нажимать трафик с помощью этого расширения следующее что можно сделать можно пересылать не джейсон можно сжать строки можно сжать строки с помощью вот такой библиотеки она предоставляет несколько алгоритмов сжатия и вот мы выбрали один из таких наиболее прогрессивных это преобразование винт 8 арей view над буфер ареем то есть мы по сути просто преобразуем наши строки в буферы очень хорошо сжимаются строки и мы можем буферы слать через веб сокет то есть вот на этапе всего вот этого пути мы просто уже шлем не строки а буферы делается это вот выставлением binary type буфер арей когда мы создаем новый экземпляр но до того как будет вызван обработчик он open тогда у нас получается мы можем слать в сокет все что хотим можем строки можем слать буферы но принимаем мы уже трактуем это полученное сообщение только как буферы дальше да это вот таким образом это преобразовывается и дальше на стороне нода мы тоже должны работать с буферами потому что чем меньше мы будем наши там сообщения преобразовывать тем меньше будет нагрузка на память на стороне бэкэнда и очень хорошо казалось что редис тоже работает с буферами мы можем пересылать наше сообщение через попсап подписавшись на месседж буфер сообщения и если мы наш айди канала на который подписан у нас наша нода переименую в буфер то мы получим как раз айди канала и сообщение вот в этом обработчике то есть мы получается наш трафик никак практически не преобразовываем на стороне ноды мы просто шлем эти буферы через редис и дальше мы этот буфер опять отправляем на сторону клиента вот помните наш график да когда мы применили такое сжатие у нас в разы сократилось опять количество вот и тут вот мы конечно уже прям так сильно порадовались потому что наши дворцы сказали нам ну наконец-то наконец-то у нас освободить от количества строк так на самом деле когда мы сделали такое сжатие когда мы стали слать сообщение через редис через редис вапсап количество трафика у нас сократилось сейчас скажу в общем было у нас порядка ста пятидесяти мегабит сначала на одну сессию потому что мы хранили все сообщения внутри кейвэль сториджа вот весь наш этот большой нежатый трафик и учитывая то что редис он реплицируется то все наши сообщения они должны были сдублированы на наши слоевы то есть это было огромное количество внутреннего нежатого трафика вот но мы быстро от этой идеи отказались сжали наши все сокеты и в итоге у нас получилось что на 100 сессий уже порядка 60 мегабит на 100 сессий если сначала был на одну это правда в пиках только когда все при нагрузочном тестировании клиенты отправляют одномоментно у нас вот эти большие сообщения инициализирующие но если это как в реальности они не будут все одновременно слать трафик будет намного меньше что можно еще оптимизировать кроме количества трафика можно еще улучшить быстродействие на самом деле можно просто попытаться в первую очередь не поломать то что уже сейчас у нас есть то есть у нас уже сейчас есть обработка строк и мы можем ее вынести веб-воркеры веб-воркеры мы также можем убрать сжатие преобразование в буферы и еще очень неплохо убрать веб-воркеры на самом деле веб-сокет здесь есть один такой хак если вам необходимо поддерживать несколько вкладок одновременно соединенных по сокетам то можно сделать один веб-воркер и синхронизировать его через local storage но если у вас требования к поддержке не очень такие жесткие то можно использовать shared worker то есть это все то же самое только мы уже синхронизируемся не через local storage а через shared workers ну и наверное еще несколько слов про универсальность есть у нас такое мнение что проект этот несмотря на то что могут быть какие-то ограничения по поддержке если какие-то браузеры у нас не поддерживаются то мы все равно даже если будем предоставлять эту фичу для других для тех пользователей которых это поддерживается мы все равно получим большой очень прирост производительности работы службы поддержки и в принципе мы на самом деле поддерживаем основные все браузеры то есть мы ограничены буквально вот тем что у нас поддерживает mutation observer не поддерживает Opera Mini но там еще какие-то браузеры не поддерживают это необычные что можно здесь сделать как можно решить эту проблему на самом деле нужно просто на этапе установки соединения просто понять можем вообще осуществить сессию демонстрации экрана или нет и вот если мы не можем да то мы сделаем ну мы реализуем просто handshake тест на возможность сессия как только у нас соединяется клиент мы заранее прогоняем какой-то тест тестовый сценарий быстренько прогоняем этот тестовый сценарий и уже на этом этапе оператор у нас знает можем может ли быть установлена сессия лет если нет вот мы видим такую ошибку и соответствующим образом уже общается с оператором с клиентом и в итоге у нас этот сервис работает мы сделали его порядка ну потратили где-то полтора месяца двух разработчиков это заработало real-time это получилось fullstack.js решение оно сделано на сокетах мы применили rx оптимизировали его наверное можно сказать что проведя такое большое исследование мы можем уже поделиться своим опытом и сказать что вот используйте мутейшн об сервере то есть это интересная фича которая позволяет подписываться на изменения в дом ну нужно сжимать трафик нужно преобразовывать сокеты в буферы это удобно это серьезно экономит нам трафик и не нужно хранить все мутации в редис в принципе это все спасибо вам за внимание можно по этой ссылке найти все ссылки на все используемые материалы вот и пожалуйста задавайте вопросы да Леша спасибо огромное за эту презентацию наконец-то я узнал как это работает у меня вопрос про доставку патчей оператора вы как-то гарантируете что вот все патчи которые отправились точно доставлены независимо от того была ли какая-то задержка там потеря связи временная ну вот первый прототип который мы делали мы предполагали что мы шлем весь inner html и мы думали что мы будем каждый раз его обновлять то есть мы хотели как раз почему и получилось хранение в редис мы хранили в редис весь этот inner html если прилетали какие-то патчи и принимающая сторона оператор был в этот момент оффлайн то мы как бы это все дело мерзли там в брокере и отправляли уже обновления но на самом деле вот учитывая те проблемы с производительностью с которыми столкнулись это оказалось очень невыгодно и в случае если и причем не актуально в случае как раз таки мутации потому что если у нас какие-то мутации потерялись уже не персистентный дом на стороне оператора то в этом случае если мы как только не видим ну видим что у нас нету места куда применить этот патч мы перезапрашиваем все заново при этом мы на самом деле реализовали еще пересоздание сокет канала потому что это уже с точки зрения двус было правильным решением вот да я реализовал такой проект примерно 7 лет назад ага работало? да все замечательно работало зря вы наговариваете на старые технологии типа лонг полинг когда 7 лет назад не было ага в итоге тут были еще не популярны и всего остального не было вопрос следующий вы передаете глобальные какие-то координаты мыши либо локальные потому что даже имея тот же самый браузер то же самое разрешение но полуслепая бабушка просто увеличит шрифт 200 процентов поставит и резиновая верстка она вся разъедется то есть и в результате оператор будет видеть не то что собственно видит бабушка и координаты мыши события они станут нерелевантными но я думаю что если бабушка увеличит шрифт размер шрифта или как-то отмышстабирует изображение то вообще в принципе вот при таком положении еще у нас наверное это не сработает в fm надо будет проработать эту историю посмотреть ну я могу сказать о шейне потому что отлично отлично спасибо за доклад у меня первый вопрос по стоке там вы используете какую-то стерилизацию или используете опенсорс мы используем в с что вы имеете таблиотека такая есть да второе насчет шаринга между вебборгерами на самом деле тоже можно через индекс деби шарить данные то есть там подключаться можно это да то есть какой использует сторож для этого можно через индекс деби можно через локус то есть как вы синкать это в общем то ваше дело потому что ну единственное что если большой трафик то мы через local storage не можем это делать то есть там ограничили ну да да здравствуйте спасибо за доклад очень интересно у меня такой вопрос как вы решали проблему того какой оператор будет видеть какой дископ потому что уже несколько операторов может работать в сети и как соответственно будет передаваться идентификатор там оператор который должен ночи свернемся вот сюда второй вопрос в open source вы не хотите этого я сразу на второй вопрос отвечу нет разработка внутренней open source нет но я думаю знаете вот мы сегодня так достаточно подробно все рассказали то есть большей части это было какое-то какое-то исследование то есть проработки каких-то неверных путей и вот здесь вот уже вся как бы дорога описана полностью то есть я думаю что вы достаточно быстро можете это сами реализовать а насчет авторизации да мы предусмотрели вопрос такой момент у нас есть идентификаторы всех устройств в общем-то пользователей и если у пользователя сейчас одновременно есть сессия ну то есть открыт какой-то десктоп там компьютеры телефон мобильный то запрос сессии придет на все эти устройства с токеном и с какого устройства он подтвердит эту сессию с ним собственно говоря будет установлено это соединение то есть там сохраняется не совсем пара идентификатора оператора идентификатора клиента а токен который мы перешлем на сторону который подтвердит эту сессию я имею ввиду вот вы передаете в общий да этот канал я просто не совсем понимаю как передать как вы определяете что вот именно с этого компьютера этот оператор должен увидеть ну я вот говорю о том вы посылаете со стороны на сайт вы посылаете через вебсокет да у нас у каждого клиента на каждом устройстве есть свой уникальный модификатор на как работает это чуть подробнее глубже нода получив входящий запрос на соединение по сокетам чекает какой айдишник у этого клиента и подписывается на айди этого канала в радис и дальше мы просто уже можем храня пары токен айдишник в этот канал постить какие-то уже сообщения и мы понимаем что это подает именно этот канал этому клиенту еще вопрос скажите вот вы описали каким образом события считываются со стороны пользователя а каким образом это реализовано со стороны именно оператора и что именно позволено оператору то есть он может проскроллить или кликнуть куда то да хороший вопрос отлично смотрите мы в принципе ну как бы не особо боимся что там кто-то что-то будет взламывать но во-первых айфрейм в айфрейм выставлен атрибут сын бокс который он позволяет блокировать полностью исполнение джесс на стороне оператора вот и получается что мы гарантируем что собственно говоря никакие онлайна скрипты ничто не сработает и все что может делать оператор он делает поверх фрейма то есть какие-то вот выделения которые мы делаем еще что-то то есть это просто только поверх непосредственно взаимодействие с интерфейсом клиента нет то есть мы это не разрешаем делать он не может нажать на что-то проскролить он может только сделать выделение и это сделано поверхность мы работаем только с координатами которые скрелиться в соответствии с текущим разрешением клиента спасибо спасибо м 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 ну то есть это достаточно долго что и просто не можем реализовать реал-тайм трансляции причем все равно мы должны помнить о том что нам нужно преобразовать строчку как тогда и вырезать наши вот эти приватные данные были еще другие способы мы хотели сначала просто передавать картинку с помощью в обратите и использовать аудио channel видео channel но опять же то есть как-то пытаться там позиционировать вот эти какие-то центры в квадратики да то есть это был бы большой верх от работы с координатами поэтому проще оказалось это именно обрабатывать строчку ну это как раз код да это вот именно об этом речь но ну вот да если у нас какие-то браузеры допустим слону с не особо поддерживаемые там то есть если какие какие то есть различия в том что видит пользователь и клиент ну мы думаем что скорее всего введем какой-то список ну там ограничений и будем уже на этапе когда будет handshake возможно просто отказываться демонстрации потому что нам все-таки важно чтобы этот сервис отработал качественно чтобы он не создал дополнительных проблем спасибо за доклад я хотел еще уточнить вы рассматривали какие-то дополнительные ситуации связаны с браузерными экстеншенами там же тоже можно переизменяться добавляться клиентские скрипты стиле еще что-то каким-то образом то есть часть кейсов очевидно покрывается за счет того что пересылается именно и на html дима могут быть какие-то еще ситуации ну там в зависимости от того как отработает это расширение то есть если она добавит еще какую-то ссылку на дополнительные стили в тег хэд то это тоже услышит будет обработана мотаешь на сервер вот если же это дополнительно как-то обрабатывается да то есть но наверное в этом случае нет вот но в целом нужен или нам нужно ли нам помогать человеку который достаточно хорошо разбирается в том чтобы установить себе какое-то дополнительное расширение вот я думаю что когда мы когда мы реализовали этот сервис да то есть мы в общем то не завязывались на то что что будет использована для конечного результата который видит клиент то есть мы подписываемся на мутации мы подписываемся на события клиентские поэтому можем отрисовать то что он сейчас есть но за исключением вот опять же вот это оговорки с измененными масштабами